Память о сломанных и покалеченных судьбах хранится в музее жертв репрессированных. История этих страшных лет запечатлена в 16 тысячах экспонатах и документах. Каждый год, 31 мая, рано утром сюда съезжаются их потомки. Прикоснувшись на миг к прошлому, поблагодарив за настоящее, они на специальных автобусах отправляются к мемориалу Касред. По дороге нам удается поговорить об ужасах репрессии. Я дочь репрессированного, он был поэтом-просветителем. В 1938 году в Ташкенте его забрали, НКВДшники пришли, 12 мая забрали его прямо из дома. На пять лет посадили, как врага народа. Два года он сидел в Ташкенте в тюрьме. Там его расстреляли. Отец Лужан Уторбаевой, Танирберген Уторбаев, работал директором школы. Судьбу его сломал один шаг. Был расстрелян за то, что взял на работу алашвардинца. У погибшего остались трое детей. Когда отца не стало, у Лужан было всего месяц. Родные с опаской рассказывали девочке о сломанной судьбе Танирбергена. Они боялись говорить, что я даже когда-то спрашивала, был ли у меня отец. Я говорю, кто он такой. Они не говорили. Никто не говорил. В 1957 году только я узнала. Чтобы почтить память деда из Алматы, приехала и Жолдокосос Панказе. Страшные годы оставили след и в судьбе ее семьи. Она невестка Бекбая Баймуратова. Его подвергли гонениям. 82-летняя женщина рассказывает. Ее семья недавно узнала, что могила деда находится на Кайт-Пасе. Я еду на мемориал Касред, чтобы почтить память нашего деда. Я прихожу с ему невесткой. Мне не довелось увидеть его при жизни. Бекбая Балмурата расстреляли в 43 года. Он был очень деятельным человеком. Работал в Тюкбасском районе, в селе Октябрь. Строил школы, рыл каналы, прокладывал дороги. У него был свой магазин. В те годы он понимал рыночную экономику. А его назвали спекулянтом и расстреляли. На печально известном мемориале Касред собрались сотни шимкенцев. Это потомки расстрелянных, репрессированных и депортированных. Они пришли, чтобы оставить цветы и помолиться. Гонением подвергся и дед Аслхана Шимханова Азимхан Кенесарин. Он был членом правительства Аллаш-Орды. Семья является потомками легендарного Кенесары-хана. Мой дед Азимхан подвергся гонениям. Ему пришлось бежать в Ташкент, потом в Москву. Подробности его судьбы нам до сих пор неизвестны. Многие факты восстанавливаем по воспоминаниям. В конце года я приму участие в экспедиции, которая позволит нам узнать больше о судьбе деда. О том, что память всегда будет в наших сердцах, говорит и Аким Южного Казахстана. Ажан Сиит Тимебаев подчеркивает, что трагедия 30-х годов должна стать уроком для будущих поколений. Сегодня, оглядываясь в прошлое, мы понимаем, насколько ужасно и трагично сложились судьбы многих наших соотечественников. Насколько несправедлива и жестоко обошлась с ними судьба. Но все они стали для будущих поколений ярким примером стойкости и мужества, беззаветной любви к родине и своему народу. В период с 1923 по 1953 годы репрессиям были подвергнуты 100 тысяч казахстанцев, 25 тысяч из них расстреляны. Дети оставались без отцов и матерей. Руками тоталитарной системы был уничтожен весь цвет казахской интеллигенции. Алихан Букиханов, Ахмед Байтурсынов, Моржакуб Дулатов, Оражандосов, Сакин Сейфулин и многие тысячи других известных сынов казахского и других народов. Казахстан лишился практически всей интеллигенции, отстаивавшей интересы национальной государственности и стал местом депортации сотен тысяч безвинных людей, которых наш обездоленный народ спасал от холода и голодной смерти.